Тревожные новости. Дело в том, что видеоролики от ультраправых, преследующих просителей международного убежища, просмотрели на YouTube более 8 миллионов раз. Вы только вдумайтесь, сколько человек разнесли, перепостили эту информацию дальше по интернету о насилии и противоправных действиях. Хотелось бы, чтобы правду об онлайн-травле узнали также 8 миллионов человек, а не один. Давайте взглянем на темную сторону социальных сетей. Социальные сети превращаются в поле боя. Любой человек там под прицелом. Мы уже слышали о скандалах с публичными людьми, государственными чиновниками, с людьми из правительства, которые, как оказалось, совершенно беззащитны перед лицом этих действий. Смотрите это видео. Ультраправые используют эти площадки для травли и преследования просителей убежища. Их видео, часто полные конфронтации и призывов к насилию, набирают миллионы просмотров. В ответ YouTube удалил часть этого вредоносного контента и проводит расследования в отношении остального. Они подчеркивают, что придерживаются политики нулевой терпимости к травле и кибербуллингу. Аккаунты, нарушающие эти правила, блокируются. Ирландское правительство принимает меры, призывая людей прекратить публикацию подобных видео. Просители убежища имеют законное право на анонимность, на выход из дома, на общение с другими людьми, на вопросы в конце концов. Распространение такого контента не только нарушает их право на частную жизнь, но и подвергает их опасности. Люди, которые распространяют подобные материалы в интернете, даже не скрывают своих лиц, их аккаунты открыты, и они абсолютно не считают эти действия противозаконными с точки зрения безопасности и без того обездоленных людей, которые ищут международной защиты. Этим вполне могла бы заняться ирландская полиция. Гарда, не так ли? Мы обязаны уважать права людей, которые попросили международную защиту и помогать в создании более безопасного онлайн-сообщества. Давайте противостоим этой волне цифровой травли. Спасибо за просмотр.